Приветствую вас, друзья. Сегодня в главной роли народный артист России театральный и кинорежиссер Александр Галибин. Александр, очень рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже очень рад вас видеть. Зачем же вы, сотоварищи, построили в Башкирии целую деревню? Да, это такая большая-большая, серьезная работа была, потому что мы долго искали объект. Я так понимаю, что речь идет о картине «Сестренка». Ну, точно не о сельскохозяйственных работах, хотя они, наверное, сопровождали ваш съемочный процесс. Да, речь идет о картине «Сестренка». Это совершенно потрясающая повесть Мустая Карима. В детстве мы читали ее. Да, и мы ее в детстве читали. Ее даже проходили в школе одно время. Да, да, да. И мы выиграли грант в Министерство культуры, и нам дали денег на эту картину. Был написан сценарий два года назад. Фонд Мустая Карима нам очень сильно помогал, очень сильно помогал. И мы искали натуру, где это можно было сделать в Башкирии. Но, конечно, найти такую деревню, которая описана у Мустая Карима, это довольно сложно. Поесть называлась «Радость нашего дома». «Радость нашего дома». Да, совершенно верно. Найти довольно сложно. И мы, художник, и мы, конечно, тоже объездили очень много деревень. И, наконец, на реке Инзер мы нашли просто поле, на котором была построена эта деревня с выходом в настоящую деревню. И там была проделана огромная работа от бревна до, я не знаю, до защелки. Там все настоящее. Там все настоящее. То есть покупались дома деревянные, деревня строилась прямо на берегу, она была построена в уникально короткие сроки. И когда туда входишь, то такое ощущение, что она там стояла всю жизнь. А смысл постройки заключался в том, чтобы сделать подлинное жилище времен Великой Отечественной войны. Ну да, ну, конца, да. Дело в том, что повесть называется «Радость нашего дома». И я отлично понимал, что это ощущение дома, оно связано не только с пространством внутри, оно и связано и с пространством внешним, с местом расположения, с таким огромным количеством атмосферных вещей, без которых картина просто была бы невозможна. И вот у нас замечательный наш художник, он, Виданов Вячеслав, он эту деревню построил. Он ее построил, и когда мы туда вошли, было такое ощущение, что оттуда вчера вышли люди. Но дело в том, что нам помогало очень много людей в Башкирии. И это благодаря и фонду «Мустай Карима», и просто и благодаря правительству, и благодаря властям местным. Потому что там практически все костюмы подлинные. Наш художник по костюмам тщательно отбирала костюмы, которые привозили тоже со всего района. И я бы сказал, даже с области, с музеев, с частных музеев. Мне кажется. И да, и сшито было несколько вещей, просто несколько вещей, которые были важны детям. Остальное все было вот такой... Сейчас о детях, конечно, мы поговорим, но мне кажется, что самый главный ваш помощник – это гордость республики, гордость этой земли. Сам Мустай Карим – совершенно фантастическое имя. Не только для Башкортостана. Но вот в этой повести, если мы говорим о том времени, очень хорошо знакомом для него, он же воевал и, по-моему, был ранен. Там очень простым языком от лица мальчика рассказывается о крайне непростом времени и крайне непростых обстоятельствах жизни, в которых оказались мальчишка совсем маленький и девочка. Вот если можно, это для кого фильм? Для всех, для детей? Я знаю, что вы его не детским называете, этот фильм. Ну, не знаю, этот фильм мы показывали в Артеке, показывали в Орленке. Дети там получили какое-то огромное количество призов и там, и там. Я показывал это и взрослым. А это публика неподкупная? Да. Они сами выбирают картину. Они признали ее лучшей картиной. Это вот сейчас было буквально месяц назад. И я показывал это в Магадане, я показывал это своим студентам в Сочи. Мы показывали это на фестивале «Зеркало», это все закрытые просмотры. И реакция у детей и у взрослых, ну, в разной степени, она одна. И это безумно дорого, потому что, конечно, Мустай Карим – это величайший человек, как вы сказали, простого слова. Простого слова, которое доходит до самого сердца, до глубин прямо таких очень сильных. Сюжет, сюжет, ну, как бы простой, тоже простой сюжет. Башкирский солдат спасает украинскую девочку практически в конце уже войны на Западной Украине и пришлет телеграмму домой, чтобы из башкирского села приехала жена, и эту девочку забрала к себе. У них воспитывается в семье сын. Она едет, забирает, и девочка попадает из ада в рай. Ну, в рай, как бы, с точки зрения, как бы, быта, нет войны, но есть отголоски войны. И, конечно, эта история, удивительная история, как ребенок адаптируется вот в этой среде, и как вот эти вот слова, которые мы часто употребляем, дружба, любовь, там, взаимовыручка, любовь к маме, любовь к дому, любовь к сыну, любовь к семье, и вообще сама семья, как они влияют на ребенка и что с ним происходит в конце. Ничего себе задачка. Это маленькая актриса, девочка, должна приехать с одним взглядом после ада войны, и этот взгляд должен в течение всей картины теплеть, и то, как с ней разговаривают на незнакомом ей языке. Они же на башкирском говорят. Да, да, да. Это было принципиально, понимаете, чтобы картина была на башкирском языке. И я сделал только перевод, подстрочник, который в конце, ну, где-то через минут семь, голос просто исчезает, и ты начинаешь понимать, что эти люди общаются даже не столько словами, сколько сердцем. И голос как бы растворяется вот в этой замечательной среде, среде языка, среде слова башкирского, совершенно уникальный, потрясающий язык, в среде отношений, и, собственно, то, ради чего мы снимали эту картину. И когда вот мы показывали эту картину без перевода, там все понятно, это дорогого очень стоит. Грядет юбилей Мустая Карима, это будет вентябре, столетие, да, это действительно юбилей. И я так понимаю, что все-таки так совпало, потому что вы же не подгадывали, наверное, под дату. Специально нет. Это действительно совпало. Вообще в картине очень много каких-то таких уникальных совпадений. Я считаю, что актерский состав, не говоря уже о детях, мальчика мы искали, ну, наверное, год, Марта. Марта – это наша, она известная. Это как раз сестренка. Да, сестренка. Марта Тимофеева. Тимофеева Марта, она очень известная актриса, прекрасная. Мы как-то не сомневались в ней, хотя она росла за этот год, да. А мальчика мы искали долго. И искали его по всей Башкирии. И нужно было, чтобы мальчик был носителем языка, что очень важно, культурой, чтобы он нёс культуру этого языка, слово, башкирское слово. И мы такого мальчика нашли. Нашли его в Уфе. Как зовут мальчика? Его зовут Арслан. Замечательный парень. На картине ему исполнилось 6 лет. Вот уникальный совершенно мальчик, я считаю. А ему же там нужно подвиги совершать. А помню, там в воде он что-то спасает, ну, какие-то отголоски. Да, подвиги ему, да. Это отдельная история с его подвигами. Но дело в том, что спасение башмачка, который, значит, на плоту несётся по реке. Башмачка-сестрёнки. Башмачка-сестрёнки. Знаменитый такой эпизод в повести. Мальчик не умеет плавать. Мы просили родителей, чтобы он как-то тренировался, но у него было очень мало времени подготовиться. И он действительно совершил подвиг, потому что он полез в эту воду. Ну, не самая тёплая вода, которой я тоже, значит, находился рядом. Вот. И он сделал несколько дублей и даже с головой погружался в эту воду, хотя глаза у него были круглые. Рядом стоял папа, естественно, который его подбадривал. Ну, и вся группа. И он действительно уникальный мальчик, Арслан. Мы его все очень полюбили. Я хочу вот отметить этот факт. Было время, когда в нашей стране снимались десятки фильмов, где актёрами были дети. И это целый пласт замечательных работ кинематографических. Достаточно вспомнить хотя бы Ролана Быкова. Потом был провал, и что-то единично появлялось, но то, что вот вы это сделали... Проблема детского кинематографа, она, конечно, существует. Министерство культуры сейчас выделяет, в общем, достаточно средств для детского кино. Но встаёт вопрос проката. Вот нашу картину взяла компания Disney, это самый большой дистрибьютор в России. И я этим очень горжусь, потому что они тоже понимают, что большого проката, может быть, у картины не будет, но они хотят, чтобы максимальное количество всё-таки людей это посмотрело. И не только у нас, но чтобы это ещё и в Башкорстане, и рядом в бывших советских республиках, чтобы она тоже была прокатана, потому что это очень важно. Прокат – это очень важно. И вот вы упомянули Ролана Антоновича Быкова. Я бы очень хотел, чтобы детский кинематограф возродился на этом уровне. И я занимаюсь детским кино. Это моя вторая картина, первая картина «Золотая рыбка», которая тоже прошла очень таким слабым прокатом, но она очень хорошо прошла по всем фестивалям. Да, да, да. Вот. И я хочу, чтобы вот эта тональность Ролана Антоновича, с которым мы были знакомы и много общались, чтобы она появилась снова в нашем кино, и чтобы всё-таки детский кинематограф вышел на тот уровень, на котором был во времена Советского Союза. Ну, я хочу сказать о тех счастливых совпадениях вы упоминали. Я не знаю, совпадение это или нет, но то, что в картине оператором-постановщиком был Михаил Агранович, ну, кроме как счастьем, для картины как минимум, вот через эту атмосферу, через те детали, он же, конечно, феноменальный мастер. Да, это правда, потому что Михаил Леонидович, он привнёс туда не только сам свой талант операторский, он привнёс туда ещё свой огромный человеческий талант душевный. И, конечно, собиралась такая удивительная группа людей, попадающих в ту атмосферу, в атмосферу радости нашего дома. Дети на площадке – это вообще особые люди, это особый мир, и с ними надо работать по-особому. И его терпение, и иногда такая мудрость в хорошем таком… Отеческом смысле. Да, в таком благородном, да, отеческом именно смысле, она, конечно, выручала. Так что… Да вообще у нас замечательная была группа, с прекрасной атмосферой, поскольку в кадре всё время дети, то мы были очень осторожны и в выражениях тоже своих, да. Я хочу сказать, что нам очень помогал ещё один человек, который занимался языком, который следил на площадке за языком. Вот. Это наш замечательный башкирский тоже режиссёр, который окончил в ГИК. И вообще в картине было очень много таких интересных совпадений, которые нам помогали, которые шли рядом с нами, как будто вот Мустай Карим нам подбрасывал людей, которые должны были идти этой дорогой под названием «Радость нашего дома». и мы, в общем, мне кажется, достаточно достойно прошли этой дорогой, этим путём. Но студенты ваши, ГИТИСовские, не могли ругать работу своего профессора? Слушай, они плакали. Я был поражён во всех… Ну, хоть одно замечание от них было? Ну, нет, никто… Не было замечания. Мы… Мы… Я им показывал в Сочи был большой семинар ГИТИСа, заочное отделение. Участвовал в семинаре Чехов и Шекспир. И вот в рамках этого, значит, семинара я показал картину. Мы встречались с главой Сочи. У нас родилась идея вообще сделать там детский фестиваль. И вот мы с Ириной Павловой сейчас занимаемся разработкой этого фестиваля. Глава это поддерживает. Руководство Министерства культуры поддерживает. Министерство культуры, я имею в виду, Сочи, да, региона. Вот поэтому мы будем сейчас пытаться это сделать. Большого международного детского фестиваля, мне кажется, всё-таки не хватает у нас. И я… Мы попытаемся это сделать. Я желаю счастливой судьбы фильму «Сестрёнка». Да, спасибо. Спасибо вам большое. Радости от просмотра этого фильма, этой премьеры. Спасибо. Александр Галибин сегодня в главной роли. Низкий поклон. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова